Здоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Евгений Вашинин, заслуженный артист России, актер театра и кино. Здравствуйте. Здравствуйте. И пришли мы, мы знаем, не просто так, дело в том, что... А по поводу, и повод это 20-летие работы в театре Глобус, в молодежном театре. Служение. Служение, конечно. Да, да, да. Почему служение, Евгений? Потому что это как в армии. Себе не принадлежишь. Зритель пришел, хочешь не хочешь, мертвый, но приползи, есть, и пошел на сцену. Подожди, но как прошел-то юбилей, собственно, показ... Прекрасно все прошло, я очень доволен, дирекция хорошо отнеслась, и зрители были довольны, и спасибо партнерам. Я очень доволен. Знаю, показывали пьесу Нила Саймона. Вот сейчас дуэт «The Sunshine Boys». Сложно выговорить, но... Ну, несколько переводов существует. «Солнечные мальчики», «Веселые ребята». Неважно. Эта пьеса про двух стареющих актеров. Злободневная тема. Никто не хочет стареть. Но кроме этого, она почему еще и считается классической пьесой, потому что там поднимается тема старости, одиночества. Когда в определенном возрасте человек чувствует, что он не востребован, никому не нужен, боится одиночества, и не хочет показать этого, а хочет быть активным членом общества, активно работать, как он всегда привык. Особенно профессия актера всегда на виду. Тем более, что они были очень известны. Они мелькали на афишах. Вот. Были очень популярны два актера эстрады. Такой жанр очень востребованный. Вот. Шоу. Шоумены. Два известнейших. И вдруг вот распался дуэт. И в конце они встречаются. Вот. И, конечно, очень теплая пьеса по-большому с юмором. Трогательная такая пьеса. Очень благодатная почва для того, чтобы вот в такой обстановке встретить юбилей. Евгения, ну она все-таки комедийная, да, пьеса-то? Ну да, комедия. Комедия. Почему? Потому что жанр комедии считался, когда если актер, значит, главный герой не умирает, значит, это не трагедия. Все понятно. Но, я так понимаю, не зря малая сцена, не зря именно этот спектакль. Все-таки есть какие-то ассоциации. Как-то больше нравится вот теплая такая узкая душевная атмосфера. Конечно, конечно. Я хочу сказать, что я вообще люблю работать на малой сцене. И тот период, когда я работал в Старом доме, это, в общем, одна большая малая сцена. И атмосфера, которая создается между зрителями и актерами, она бесценна, конечно. Ну а как же четвертая стена? Да какая стена? О чем вы говорите? Никогда об этом не забываешь, всегда чувствуешь зрителя. И должен чувствовать. Должен чувствовать дыхание, отношение к тому, что происходит на сцене. Понимаете? Когда запахи доносятся до зрителя. Вот я жарил яичницу, допустим, да, в спектакле. Весь зал это чувствует. Ведь шкварчит сало, тут же горячая сковородка. Как мне почувствовать? Или, допустим, в пьесе «Бедный Марат» там присылают посылку. Я открываю, значит, банку тушенки. А зал маленький. Сразу. И в голодное время, значит, в советское, когда за колбасой бегали и ездили в Москву, значит, тут, да. И тут, значит, такой запах тушенки. Боже мой. Ну, а куда ты от этого денешься? Это вот контакт налажен. Евгений, ну, а помогает вот эта энергетика зрителя в жизни, в здоровье? Конечно. Когда реприза какая-нибудь звучит, когда чувствуешь отклик в зал, когда они реагируют. Но, с другой стороны, если зритель не привык к такому контакту, они стесняются реагировать. Понимаете, в чем дело? Поэтому нужно провоцировать их на эти реакции. Режиссер у нас не раз рассказывал историю о том, что, когда ставили спектакль, долго очень работали над ним, репетировали. И не знали, что они играют. Комедия это будет либо драма. И вот, когда первый артист вышел на сцену, от зала засмеялся, все забежали. Комедия, все поняли, как играть. Бывало у вас такое, что вроде репетируешь, репетируешь, не можешь понять никак, а появляется зритель и... Раз. Вы понимаете, когда, предположим, текст звучит с иронией, и когда ирония попадает в зал, тогда люди уже настраиваются на определенную волну. А если нет, если все серьезно, каким-то образом... С выжиданием, с таким. Что происходит на сцене, непонятно. Поэтому соблюдать жанр, чувствовать его, это, конечно, нужно изначально задавать тон во время репетиции, когда начинается импровизация, когда нужная волна возникает, когда режиссер создает эту атмосферу, или артисты сами ее задают. Это всегда только на пользу спектакль. Евгений, ну а за 20 лет, такой все-таки период, кого именно вам больше понравилось играть, или что запомнилось, или какая роль пошла легче? Я больше склонен... Вы знаете, у меня педагоги были, один закончил ГИТИС, другой школу-студия МХАТ, Щукинское училище. Вот Щукинская школа, школа Вактанговская, мне ближе. Там, видите, синтез такой школы представлений, школы переживания. Юмор, ирония, яркие образы. Вы вспомните, принцесса Турандот, Яковлев, Ульянов, Михаил. Такие комические персонажи, любо-дорого смотреть. И я чувствую, что вот это мой жанр, мне он ближе. Хотя, допустим, вот работая с Едиславом Борисовым, который делал опыты, сегодня я играю в 80-летнего старика, там трагическая такая ситуация. Завтра, значит, юноша, потом сказочный персонаж какой-то с юмором. Вот. И это дает повод для того, чтобы почувствовать режиссера. Он учится на мне, я учусь на него, его опытами. Всегда. Это большая школа, большая школа. Потому что в моем представлении артист должен иметь все. Да, это 100%. Что значит все? Ну все. Быть музыкальным, танцевальным, я не знаю, работать на эстраде, элементами клоунады пользоваться, значит, драматическим искусством. Обязательно, значит, может выступить на эстраде, вот, и в кино сниматься. В комедийном жанре, в трагедийном. Ну а как же? Как же? Это же все очень интересно. Ну, за 20 лет работы в «Глобусе», служения в «Глобусе» немножко обмолвились об импровизации. Вот бывали случаи, когда приходилось действительно импровизировать на сцене. Вот так, внезапно, что как-то все повернулось, и, боже, куда нас понесло. Это зависит еще только, очень зависит от партнеров. Если партнер ловит эту волну, значит, импровизационную. Если видишь в глазах искринку, и чувствуешь, значит, общение такое непосредственное, тогда это на пользу спектакля. А когда артист теряется, есть разные актеры, допустим. Повернулся не так, и артист теряется, не знает, что делать. Встал не в ту мизансцену, и все. Есть элемент такого, так сказать, механического заучивания роли. Ну да. Евгений, самый страшный сон артиста, как я слышала, да, это забывание текста. Было у вас такое, нет? Очень часто. Мне снились, извините, пожалуйста, снились такие сны, что меня выталкивают на сцену в какой-то спектакль, который я вообще не видел и не знаю, и текста вообще пьесу не читал. Играй просто. Иди, иди, ты успеешь, давай, 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 давай. И вот что-то начинаешь играть, и чувствуешь реакция какая-то пошла. И пошла, пошла, пошла. Молодец, давай, все. Просыпаешься, думаешь, боже мой, как хорошо, что это сон. Ну, понимаете, все. Но сон снова в жизни такого не бывает, я так понимаю. Бывает. Бывает, бывает, бывает. Когда безвыходная ситуация. Допустим, ты не видел пьесу, а нужно спасать спектакль. Когда зрители сидят в зрительном зале. Ну, мало ли, какие ситуации бывают. Артист заболел, несчастный случай какой-то, не знаю, попал под машину, не дай бог. Всякие случаи бываются. И срочный ввод. У меня такой случай был в театре комедии имени Акимова. Когда Юра Кузнецов, ну, вы знаете, снимает своего очень много в сериалах, персонаж в «Ментах», «Мухомор». Он из Омска. И вдруг, значит, то ли он в кино снялся, то ли еще где-то, значит, каким-то образом. Мне звонят. Срочно прибывают в театр. Я бегом, 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 бегом. Спектакли я не видел. Шукшин характеры. Дают мне, значит, роли. Роли, вернее, роли нет. Срочно переписываешь это самое от руки, из пьесы. Потом я, когда надел костюм, сунул руку в карман, там роли лежит. Положил в папку представитель из района. Повезло. И папочку открыл. И делаю. Ну, конечно, перед спектаклем репетиция была. Поводили меня по сцене, значит. Спасибо партнерам. Ну, все прошло удачно, значит. У них там такая традиция. Выходишь со сцены, и артисты в фойе тебя аплодируют. Вот. Но такое... Ну, это встряска всегда. Да, да, да. Собран. Ну, а если так вот подумать. 20 лет, вот 20 лет в глобусе, это много или мало? Они промелькнули незаметно. Я пришел в театр, мне было 50. Вот. В сентябре исполнилось 70, юбилей. А тут незаметно еще и 20 лет прошло. Ужасно как быстро. Значит, работа нравится, значит, получается. Ужасно как быстро все. Мне кажется, есть еще особое впечатление все-таки. Театр Глобус, туда много сейчас приходит молодежи, новых артистов, свежих. Какой артист ты сейчас у нас пошел? Как ребята справляются? Хорошие ребята пришли. У нас в Глобусе очень хорошие ребята, которые, значит, и музыкальные, и не сидят просто так на месте. Всегда чего-то хотят, стараются, делают. Самостоятельно какие-то вещи придумывают, капустники и прочее, и прочее. И есть чему поучиться, потому что хочется и тоже передать какой-то опыт. Вот. Они на контакт с удовольствием идут, и чувствуешь, что вы им нужны. Нужны свои тоже у меня в гримерке. Ребята молодые, прекрасные. Мы сидим на гитаре, я им свои вещи, как когда у нас были, когда мы были молоды. Как мы здорово оттягивались, значит, да. Три аккорда выучили сразу. Ну вот закулисная жизнь, вот эта, она помогает в работе, да? Сплачивает коллектив, и легче потом получается, правильно? Мы же занимаемся одним делом. Вот. Профессия заставляет быть общительными, помогать друг другу. А как же иначе? Общаемся постоянно. Вот. Они тоже благодарны, когда о них таких вещей, допустим, каких-то не помнят. Я говорю, а ты же помнишь, как Борис Новиков в таком фильме? Как? Я не видел. Как ты не видел этот фильм? Посмотри обязательно. Я говорю, там такие же Табаков, я говорю, Олег Ефремов, Борис Новиков. Испытательный срок, посмотри специально. А, ой, какой интересный фильм. А он фильм, когда, извините меня, Олег Ефремов был молодой. Угу. Сколько лет назад. И надо, конечно, смотреть. Допустим, у меня был случай со студентом, когда, я говорю, зачем ты от автора читаешь и переживаешь, плачешь? Я говорю, не надо, ты же пережил эту историю. Пожалуйста, я говорю, ты, Юрий Яковлев, за кадром текст читает. Угу. Я говорю, он же не переживает за артистов? Угу. А кто такой Юрий Яковлев? Я говорю, тебе не стыдно? Я говорю, не, на занятия придешь, если ты не назначаешь всех артистов Вактанговского театра, на занятия можешь не приходить. Вот таким образом мы общаемся. Подтягивайся. При всем при этом, мне кажется, у любого артиста всегда есть определенный промежуток, когда идет такой творческий поиск, творческий поиск. И я так понимаю, вот все равно основной ваш жанр, это именно один из любимых, это комедия. Конечно, потому что это самый трудный жанр. Вот да, вот казалось бы... Верить в чепуху, в ерунду, в абсурд, верить по-настоящему, это, конечно, нужно уметь. То же самое, как уметь рассказывать анекдоты. Вот Юрий Никулин отдать должные, самые сложные анекдоты, допустим, непонятные совершенно, на первом взгляде, так серьезно рассказывает, когда два поезда шли на встречу друг к другу, и стрелочник забыл перевести, и поезда не встретились. Спрашивают, почему? И судьба. Как это можно представить, что колья-то одна, а они не встретились? Ну, бывает так. Артист готовится, готовится, готовится. Все, звезды казалось бы сошлись, а роли нет. Не дают ни судьба. Не встретил своего режиссера. Не получили новую пьесу, которая тебе нравится. Немножко постарел. Ушла роль. Знаете, мечтал, допустим, Олег Борисов сыграть Хлестакова. Сыграл в 60 лет на бенефисе на телевидении. Как-то так вот жизнь происходит. А вот так жизнь прошла. Не судьба. Не судьба, да-да-да. Ну, а у вас есть планы еще какие-то, вот какую роль бы вам хотелось сыграть? Какой спектакль? Не сыгранная, не тронутая. Ну, так, на вскидку, конечно, есть очень много возрастных ролей, которые хотелось бы сыграть. У Гауптмана очень много хороших пьес. Классические пьесы Островского, в котором я, к сожалению, в пьесах Островского, по-моему, ни в одной не был в зале. О, как. Александр Николаевич, да. Прислушайтесь, да. Ну, грозу, слава богу, мы помним все, наверное, со школы. Очень много интересных возрастных ролей, характерных, кстати говоря, комедийных, вот, и не только. Очень много интересных ролей. Если бы была, мне кажется, универсальная роль вот для вас, как бы вы ее описали? Какой человек? Сыграли бы себя или все-таки вот что-то придумали? Ну, как в жизни. Жизнь полна неожиданностей. Сегодня страшно, а завтра будет смешно, когда будешь вспоминать. У меня такой личностный вопрос. Скажите, что нужно человеку, какими качествами обладать, чтобы стать артистом? Уметь перевоплощаться или, наоборот, быть очень серьезным? Нужно, чтобы природа чем-то одарила изначально. То есть все-таки вот это вот талант, а этот один процент, он решающий. Конечно. Учебное заведение может только помочь развить то, что дала природа. Если от природы прекрасный голос, и он может стать вокалистом прекрасным, да? Если он настолько владеет своим телом, что равных нет ему, значит, он может, допустим, пойти в хореографию, там, я не знаю, в цирк. Пластика у него прекрасная. И многое другое. Если он подражает, как обезьянка, показывает всех своих друзей, маму, папу, соседей, показывает, что-то в нем есть. Потому что человек подражает, человек учится. Он смотрит ребенок на маму, на папу, он подражает им, и этим самым познает мир. Евгений, ну а другой тогда, оборотная сторона медали, скажем так. Если артист, драматический артист, каждый день, изо дня в день переживает, ну, там, смерть близкого человека, как не истощить, как не потерять себя, как вот не заболеть, в конце концов? Ну, это тоже, конечно, природный дар. Потому что очень близко находятся вот эти вот самые рецепторы, как сказать, очень восприимчива натура. Очень близко все воспринимает. Как, так сказать, как режиссер один выражался, обожженное тело, понимаете? Оно реагирует очень остро на все. Очень близко все. Нервы, очень близко эмоции близко находятся. Я видел по телевидению, как-то показывали передачу, передача, где актриса демонстрировала свои способности, она свинялась, 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 и тут сразу тело плакает тоже моментально, натурально совершенно. И тут же слезы раз-раз высохли, слезы, она уже смеется. И профессию актера определял Товстоногов. Это перемена состояния. То есть одно, другое, постоянное, третье. Да, если человек способен на такие вещи, допустим, резкое переменное состояние, то, значит, это хороший актер. Но при этом, наверное, не просто так резкая перемена, именно контролируемая какая-то. Ну, естественно, зависит от ситуации. Вот если зритель, он всегда фальш какую-то почувствует, всегда обратную связь даст. То есть, если мы говорим о кино, то же самое, или все-таки на камеру легче, вот когда вы снимались, какие впечатления? На камеру сложнее, конечно. Сложнее? Да, потому что там нужно мгновенно переключаться. Мгновенно. Потому что команда «Мотор», ты должен включить свой мотор. Понимаете? Если можешь включить. А не можешь, так, значит, сиди и готовься. Аккумулятор заряжай. Слушайте, ну, я предлагаю нашим зрителям продолжать заряжать свой аккумулятор и, собственно, постоянно быть какой-то вот… И ждать команды «Мотор». Смене настроения, да. Как только прозвучит мотор, рвануть на работу, по делам, отдыхать. В общем, куда вы отправитесь, я не знаю. Но самое главное, чтобы настроение у вас было хорошее. Ну, а поднять мы его сегодня пытались вместе с нашим гостем. Был это Евгений Важенец. Заслуженный артист России. Большое вам спасибо, Евгений. И вам спасибо. Спасибо.